Как заработать миллион за три дня? Рассказываю три способа. Первое скажу, что это возможно, в принципе, что это не фантастика, это не магия, это реально так, есть люди, которые зарабатывают миллион за три дня и, собственно, сегодня как раз будет о том, как эти люди зарабатывают миллион за три дня. Второе, все это потребует усилий, потому что деньги – это всегда результат, результат не берется из воздуха, он берется из усилий, поэтому давайте будем адекватными в данном случае здесь и не фантастика, которая там раз и сложилась с неба, а что это всегда будет следствием каких-либо ваших усилий с вашей стороны. Ну и, соответственно, если вы хотите миллион, то и, соответственно, усилий нужно будет на миллион. Это второе. Ну и третье, это может занять определенное время, потому что три дня заработать миллион, но давайте будем тоже, опять же, адекватными, что для того, чтобы миллион за три дня заработать, за время до этого нужно будет проделать определенную работу, что потребует определенного времени. Итак, три способа заработать миллион за три дня. Способ номер один, способ номер один, пожалуй, наверное, самый простой способ из этих всех, как миллион. Да, кстати, мы здесь про что? Про миллион рублей, например? Ну, неважно, даже если миллион долларов, то тоже это работает. Просто больше масштабов, больше усилий придется, да, ну и, возможно, больше времени, чтобы за три дня заработать миллион. Итак, способ номер один. Один из самых простых – это реализовать сделку, например, на 20 миллионов и получить себе комиссионные пять процентов. Ну, например, что может стоить 20 миллионов? 20 миллионов может стоить эскалатор, может стоить там небольшой самолет какой-то или квартира, например. И, соответственно, если вы совершите сделку за три дня, соответственно, идете покупать или совершите сделку, то за три дня вы получите комиссионных пять процентов. Это пять процентов от 20 миллионов. Это, соответственно, вот, пожалуйста, вам один миллион рублей или долларов, например, вы получите комиссионных за три дня. Естественно, что вам потребуется время подготовить эту сделку, набраться компетенции, чтобы такие сделки совершать, но тем не менее, сам рецепт работает. За три дня вы можете заработать миллион. Это один из способов, в котором миллионы зарабатывают. Посмотрите на агентов недвижимости, которые не распродают, точнее, а занимаются продажей элитной недвижимости или коммерческих помещений или какой-нибудь спецтехники очень дорогой. Там это нормальное явление, нормальная сумма для того, чтобы это заработать. Это способ номер один. Дальше интересно, способ номер два – это подготовить сделку, которая, это называется а-ля запуск, можно таким образом назвать, подготовить сделку, подготовить определенные ресурсы людей, договоренности, проекты, схемы, переговоры, встречи, предложения, общения, разработки и так далее, которые будут идти на миллион, срок оплаты, в которых три дня. То есть, до этого момента провести определенный комплекс работ, при котором с момента выставления счета до получения денег будет три дня, соответственно, реализовать такой проект на такую сумму, таким объемом, чтобы за три дня эти деньги заработать. Как я уже говорил, без иллюзий здесь не будет таких волшебных денег с неба, это будут реальные деньги, как это можно заработать. И этим способом тоже зарабатывают. Я знаю много людей, которые готовят сделки долгое время, организуют связи, рисуют информацию, согласовывают, ресурсы организовывают, потом бац, за три дня миллион, собственно, и все, и на этом и закончилось. Это реальные, абсолютно, кейсы из жизни, как это все зарабатывать за три дня. Это, соответственно, способ номер второй, как заработать за три дня. Способ номер третий. Он еще, наверное, проще, он такой смешной, но, тем не менее, он имеет такое значение. Это, соответственно, нарабатывать себе определенную копилку этих денег, делать работу, производить какие-то проекты, товары, услуги и так далее, за которые деньги какое-то время не получать, копить их, сохранять. Это, на самом деле, вы год, например, делаете какой-то проект, который, определенная маржа копится этого проекта, и потом за три дня вы эти деньги получаете, в общем-то, этот миллион. Смех смеха. Там может сейчас кто-то сказать, типа, что за фигня, что за ерунда здесь говорится, я здесь хочу показать несколько другую сторону, чем просто обычную. Ту сторону, чтобы не изымать деньги из проекта сразу, потому что есть определенная привычка, такая стандартная, человеческая, общая, социальная привычка – это деньги сразу забирать с проектов. Таким образом, получается, что вы миллион могли бы получить, но вы его уже разбили на маленькие кусочки, по несколько тысяч, и уже вытянули из проекта. Просто не вытягивать с проекта, постепенно, постепенно, постепенно это формировать, постепенно это собирать и потом просто одним куском получить. Так будет вот, пожалуйста, за миллион, даже не за три дня, а за один день. Ну и напоследок четвертый рецепт скажу, четвертый – это такой более прогрессивный, более, так скажем, перспективный. Это для тех, четвертый рецепт, кто хочет не просто миллион за три дня получать, а, например, миллион каждые три дня получать. Интересно? Соответственно, к этому нужно прийти, как я уже говорил, миллион с неба не сваливается, он является следствием действий определенных. Это означает, что нужно себе сформировать определенный режим работы, навыковый формат такой, при котором вы сначала выходите, например, на тысячу рублей за три дня, потом на десять тысяч рублей за три дня, потом на пятьдесят тысяч рублей за три дня. То есть все более и более и более серьезного уровня работы делать, сделки совершать. И в какой-то момент у вас будет сделка за три дня на миллион. В моем случае у меня, например, такие сделки есть. Есть сделки, которые я могу совершить за три дня и получить несколько миллионов. Но, опять же, до этого времени был построен огромный пласт работы, на котором я дошел до такого уже уровня нормы сделок, можно таким образом сказать. Дальше в перспективах сделки на миллионы долларов, в том числе. Но, опять же, для этого нужно время, подготовка. И что самое такое, пожалуй, полезное и является большим плюсом в этом, в четвертом способе, это то, что это можно будет воспроизвести и продолжать результаты на повышение. То есть с каждым разом все больше и больше и больше результатов. В общем, резюмирую это видео. Халявы нету и не будет, есть только целенаправленный, ну, так скажем, труд, да, движение вперед, и я каждому из вас желаю такого движения вперед на те цифры, на которые вы действительно хотите не просто получить вдруг с неба, а получать регулярно, как говорится, всегда и навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова